Как говорил Анатолий Пушкин, я, честно, не особо читала книги, но эту фразу я запомнила навсегда. Ночь, фонарь, аптека. Вы знаете, это реально про любовь. Я очень часто размышляю, думаю, вот если мужчина тебя любит, он, увидя твою соплю, он не посмеется. Он побежит в аптеку, и он купит тебе процитамол или глицин. И это про любовь, мои хорошие. Вот такой посыл. Скоро 14 февраля. Ищите ту половину, ради которой будет счастье. Давайте, мои хорошие. Добрый день, друзья и недруги. Вот предвижу, какие будут комментарии. Я всегда, у меня есть презумпция невиновности, презумпция допуска. Я всегда допускаю, что это стекло. Ну, почему вы сразу исходите из того, что вы слушаете, там, как пишут, дуру, там, я уж не говорю про употребление ненормативной лексики. Мне кажется, что здесь это просто стебалово. Такое беззлобное абсолютно. Может быть, кому-то кажется не смешным. И он кого-то в этом развлекает и забавляет. Мне кажется, всегда нужно допускать, ну, как минимум, две взаимоисключающие версии того, что вы увидели. Согласны? Бедняки, работайте, развлекайтесь на своих пятерочных магазинах, свободная касса и ваши всякие трансформационные личности. Я не всегда была такой. Я была разные пути прохождения моей личности до становления той самой индивидуальности, которая сейчас у меня есть. Я приняла себя такую, какая я такая классная. И пока до тех пор вы принимаете себя такими классными, какие вы классные, такие вы и будете классные. Возможно, где-то и ошибка чего-то будет. Но тут дело в программе. У меня программа отдыха и реальности, заслуженного причем, да. А работать мы всегда... Мы, я лично не буду. Вот такие тут классные. Друзья, как понять, что на вас есть порча? Многие у меня спрашивают, как определить порчу, есть у человека или нет. Первое, что это может быть вздутие живота. Когда вы принимаете пищу, у вас вздувается желудок. Зая, моя, открою одну тайну. Я когда ем, у меня в принципе желудок так набухает, что я в принципе становлюсь как шар. То есть, да, это дело не в порче, просто жру много. Так, первый признак порчи. В основном это вы ее съедаете, когда вам люди приносят дары, либо в пищу что-то добавляют, либо в воду. Сейчас получается, если ты вдруг весишь 100 килограмм, ты можешь сказать, а, ну мне порча. Да, вот люди такие плохие. Они на меня порчу наделали. Ты лампу-то прикрути, коптит.